Во время рождественских выходных побывали в торгово-развлекательном центре Титан. Приехали больше для того, чтобы пообедать в кафе «Шеф-буфет», обзор которого сделаю в ближайших своих видео. А наткнулись на удивительной красоты новогоднюю фотозону с живым Дедом Морозом. Дети подходили и рассказывали Дедушке Морозу стихи, за что он угощал их конфетами. Одной девочке он дал даже небольшой подарок, так как она рассказала целую новогоднюю поэму. Недалеко от трона Деда Мороза есть почтовый ящик, возле которого есть бланки для писем Деду Морозу и ручка. Дети могут написать письмо и указать обратный контактный номер телефона. Антошка тоже сделал это. Он написал письмо Деду Морозу, в котором поздравил его с Новым Годом и, конечно же, попросил в подарок живого попугая. Попугая пока мы, конечно же, не получили. Но получили поздравительное СМС на Старый Новый Год от Дедушки Мороза из Титана. Полагаем, что теперь будем получать различные СМС с акциями от торгово-развлекательного центра Титан на свой номер. Что не очень, конечно же, честно со стороны Деда Мороза, я полагаю. Но эта информация чисто для родителей, для раздумия, где и зачем вы оставляете свои личные данные, свои контактные номера. В торгово-развлекательном центре Титан мы также сделали покупки. Купили в подарок Антошке комбинезон, вернее, полукомбинезон в магазине Франтишка. Франтишка – это белорусский производитель верхней детской одежды, который находится в Жлобине. До этого мы покупали Антошке верхнюю зимнюю одежду от производителя Артус. На видео Антон в полукомбинезоне от Артуса. В следующем видео мы покажем фотозону торгово-развлекательного центра «Замок» и расскажем нюансы посещения этого торгового центра в выходной день. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok